Особенности древней еврейской поэзии В том разделе о художественных средствах языка мы рассмотрели общие элементы, которые свойственны для любого поэтического текста А вот теперь мы обратим внимание на особенность именно древней еврейской поэзии Чем она отличается от других, от римской, от греческой, от классической так называемой В каком отношении она стоит особняком И это как раз в псалмах присутствует Если не учитывать этого, значит, не почувствуешь дух, не почувствуешь настроение псалмопевца Характерным отличительным моментом древней еврейской поэзии называется параллелизм Это понятие привязывают только к библейской поэзии, к ветхозаветной Это понятие впервые ввел Роберт Лаут Роберт Лаут, английский епископ Вот этот человек считается одним из самых крупных исследователей библейской поэзии Что он написал фундаментальный труд И вот там впервые в истории науки о Библии он ввел понятие параллелизма Стал подробно исследовать, изучать данное явление Труды Роберта Лаута продолжил еще один крупный исследователь библии Еврей Роберт Лаут это англичанин, английский епископ А вот вторым крупным исследователем был Мозес Мендельсон Есть композитор Мендельсон, а это еврейские ученые Мозес Мендельсон Тоже в 18 веке В 18 веке он жил В 1729-й В 1786-й В одну и ту же эпоху Они жили Он один труд большой совершил, этот Мозес Мендельсон Он перевел пятикнижие на литературный немецкий язык Параллелизм это передача одного и того же смысла разными словами В целях создания единого поэтического образа Одно и то же, но разными словами, разными словосочетаниями, разными выражениями Одна и та же мысль Сейчас мы будем приводить пример разновидности параллелизма Отметим У Льюиса есть такое простое сравнение Явление параллелизма с танцевальными упражнениями С танцем Три прыжка влево, три прыжка вправо Три прыжка вправо, три прыжка влево Да, такая вот симметрия У здания там есть левое крыло, правое крыло Принцип симметрии присутствует В древнееврейской поэзии тоже Во многих словах, в выражениях, что этот принцип присутствует Что вот такая конструкция, она создает определенный музыкальный ритм Ритмика музыкальная И облегчает запоминание текста Текст лучше запоминается Вот почему Не так трудно учить многие слова Из речений библейские Не только ветхозаветные, но и в Новом Завете тоже, в Евангелиях Там речь Христа В ней тоже определенный ритм есть Какой меру и мерите, такой и вам будет отмерено Как хотите, чтобы с вами люди поступали, так и вы с ними поступаете Равновесие, ритм, гармония Это во многих текстах присутствует Но вот параллелизм библейский делят на три вида Три основных вида Сейчас, правда, начинают вводить еще некоторые подвиды Но основных три Первый называется синонимический параллелизм Слово-синоним что означает? Кто вспомнит? Равный по значению Равный, да Равный по значению Разный может быть по форме Слова разные По звучанию Но родственные по значению Выражение одной и той же мысли Очень похожими словами Вот пример из Псалма 8 Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Мысль одна и та же В двух полустиших А выражена она просто разными словами Что есть человек Там сын человеческий В первой части, что ты помнишь его Во второй части, что ты посещаешь его Одно и то же Но разные слова Второй вид параллелизма Антитетический От слова антитеза Можно этот вид параллелизма назвать Контрастный параллелизм Противоположный Он несет Резко контрастную смысловую нагрузку Второе полустишие Стихотворные строки Резко противоположны первому В филологии есть такой термин Колонн Колонн это полустишие Стихотворные строки Библейские строки Они делятся на два колонна Или на два полустишие Что есть человек Что ты помнишь его Первый колонн Или первый полустишие И что есть сын человеческий Что ты посещаешь его Да это второй колонн Или второй полустишие Если где-то вам встретится Вот этот термин Это словечко колонн То не надо его бояться Оно обозначает просто полустишие Там первая часть Вторая часть стиха Вот при антитетическом параллелизме Два колонны резко противопоставлены Резко противоположны Мы уже пример приводили Там Бог гордым противится А смиренным дает благодать Первый полустишие Второй полустишие Противоположны Резко Они поколебались и пали А мы встали И стоим прямо Тут тоже такое противопоставление Дом беззаконных разорится А жилище праведных процветет Третий вид Третий вид Параллелизма Синтетический Определение какое можно дать Что значит синтетический Соединенный Да, соединенный Но не совсем так буквально При синтетическом параллелизме Мысль развивается Нарастающим темпом По принципу дополнения Псалом 18 Закон Господа совершен Укрепляет душу Откровений Господа верно Умудряет простых Повелений Господа праведны Веселят сердце Заповедь Господа светла Просвещает очи Основная мысль И вот ее развитие Развитие Нарастание Нарастание Получается тезис Да Его расширение Расширение Постоянное дополнение Что это синтетический Параллелизм Ну и современные Исследователи библейской поэзии Ввели еще один Вид Параллелизма Они назвали его Параллелизм Расширенного колонна Это когда Неполноту первого колона Уточняет и дополняет Второй колонн Доколе Господи нечестивые Доколе нечестивые Торжествовать будут Псалом 93.3 В первом колонне Доколе Господи нечестивые И все И обрывается вроде бы Мысль Запятая стоит А во втором колонне Уточняется Доколе нечестивые Торжествовать будут Вопрос Господь помнит нас Благословит он А непонятно Кого благословит А вот второе Плостише Точняет Благословит он Дом Израилев Это Псалом 113.20 Ну иногда еще И о пятом виде Параллелизма говорят Его называют Числовой параллелизм Этот вид параллелизма Он очень легко Просматривается Например Однажды сказал Бог И дважды слышал я И это Псалом 61.12 Упоминается какое-то число Иногда это число Тоже по нарастанию Увеличивается Падут подле тебя Тысяча И десять тысяч Да И десять тысяч Одеснует тебя Это Псалом 97 Ну на закрепление Давайте такое Практическое упражнение Сделаем Найдем Псалом 28 И давайте попробуем Найти здесь Параллелизм Расширенного колонна Вот оно Первое Воздайте Господу Сыны Божьи И дальше расширяется Воздайте Господу Славу и честь Воздайте Господу Славу имени Его Поклонитесь Господу И благолепно Святилище Его Да Можно отнести Глаз Господа Высекает плавень Глаз Господа Потрясает пустыню Потрясает Господь Пустыню Кадис Вот Ну то есть Потрясает пустыню Потрясает Господь Пустыню Кадис Дополнение Дополняется Ну и вот Пятый стих Тоже наверное Глаз Господь Сокрушает кедр Какие кедр Непонятны Господь сокрушает кедр Ливанский Дополняет Затем Господь Сокрушает кедр Ливанский И потом дальше Дополнение И заставляет их сказать подобный тельцу нет это сказать сказать это нет это не ну как как бы расширение идет какие кедры ливанские потом как то что заставляет ливанские кедры можно но цель то задание в том чтобы в отдельном стихе вот еще 11 также господь дает силу народу своему и дальше решать господь благословит народ свой миром 90 91 псалом посмотрим ибо ты возвеселил меня господи творением твое восхищаюсь делами рук твоих 8 да как нечестивый возникает как трава девушек чтобы исчезнуть в веке 10 и вот враги твои господи вот враги твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие то есть враги твои гибнут и дальше вот враги твои гибнут и рассыпаются и все делающие беззаконие расширяет уточняется кто такие враги делающие беззаконие 12 ока мое смотрит на врагов моих и уши мои слышит и не только он не смотрит еще и слышит по 15 чашу спасением приму имя господне призову и мой точно отлично о господи я раб твой и араб твой и сына обы твоей ты разрешил улыбнул моим да ну да и вот тоже 10 тоже во дворах дома господней дальше посреди тебя иерусалим то есть где куда посреди рейтинш юрис аллилуйя продолжая вот эту тему что еще одну особенность мы с вами отметим еще один отличительный момент обратим внимание он тоже очень часто встречается салмах и в других поэтических песни песенных текстах священного писания это так называемый реф рен или проще говоря припев не речитатив речитатив это манера чтения а речитатив это такое мирное напевное чтение какого-либо текста по моему евреи в синагогах так читают молитвы речитатив есть и в православном богослужении когда чтец читает читает по молитвослову напевность присутствует в речитативе читает как поет это между прочим тоже вот один из наверное недостатков чтения вслух когда они просто читают а поют та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та такой стиль чтения чаще всего присущ авторам поэтам которые пишут стихи вам они во время написания стихов следят за ритмом музыкальности когда начинают читать вслух у них тоже вот этот наблюдается Такая ритмика. Обычно поэты свои стихи читают невыразительно. Но не все. У некоторых сочетается и то, и другое. И стихи они пишут, и вслух читают неплохо. Вот, например, Лев Болеславский. Есть такой у нас поэт. Слышали его как-нибудь? Нет, не приходилось слышать? Лев Ионович Болеславский. У него есть сборники духовной поэзии. Это профессиональный поэт. Он член Союза писателей России, теперь член Союза писателей Москвы. Христианин, верующий человек. Вот он и хорошо пишет, и очень хорошо выразительно читает. Без вот этой напевности, которая присуща авторам многих. Но рефрен или припев не имеет никакого отношения ни к речитативу, ни к манере чтения. А это повторяющаяся часть песни, когда в исполнении песнопения участвует хор и солист. Солист обычно поет куплет один за другим, а хор поет припев. А вот в псалмах, когда мы с вами встречаем такие повторяющиеся строфы, это свидетельство того, что вот этот псалом использовался во время коллективного богослужения, где был хор, певцы и был солист. Солист основной текст пропевал, соло, а припев – хор. А вот так сразу на скидочку, кто может вспомнить такие рефрены, припевы в псалмах. 135-е. Там шалис начинает, а припевка постоянно, ибо вовек мило тего там. Да, да, это хороший пример. В некоторых общинах христианских, особенно в таких новых, где много молодежи, я слышал, как вот этот псалом читают перед началом богослужения все вместе, то есть ведущие, пастор или диакон, первые слова произносят вслух, а вот это выражение «Ибо он благ, ибо вовек милости его», «Все повторяют хором, все произносят хором». «Ибо он благ, ибо вовек милости его». И это неплохо получается такое молитвенное прославление Бога, коллективное, совместное. То есть максимальное участие всех присутствующих обеспечивается тем самым за счет вот такого припева или рефрены. А еще какие можем вспомнить псалмы, где тоже припев нам встречается, рефрен. Давайте тогда откроем 41-й, 42-й. Вы, наверное, знаете о том, что раньше, по всей вероятности, это был один псалом, да? 41-й, 42-й, единый. Потом его разделили. Попробуйте найти рефрен в тексте этого псалма. 6-й, 12-й, 41-й. «Что унылаешь ты, душа моя, и что смущаешься? Повай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Почему вы решили, что это рефрен? Он повторяется. Вот 6-й стих в 41-м псалме, 12-й, и в 42-м последний. Правильно. Да вот, пожалуйста. И в 42-м, 5-й. Сразу бросается в глаза рефрен. «А что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Повторяется не единожды, а многократно. Ясно видно, но не во всех же так псалмах. Не во всех. «Второе, может быть, благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя святой, благослови душа моя, Господа». Если вот это выражение повторяется часто… «Благослови несколько раз». Несколько раз, это можно тогда считать при первом. А вот Псалом 8-й есть такой, его считают выдающим с псалмом. Он короткий. «Величественный». Там тоже рефрен легко отыскать. Посмотрите на него внимательно и постарайтесь определить, где же там рефрен, в каком выражении. Первый и последний стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Да, начало псалма и конец псалма. Одно и то же выражение. «Господи Боже, как величественно имя Твое по всей земле». Здесь легко найти рефрена. А вот теперь давайте попробуем более трудный вариант, где рефрен не сразу бросается в глаза, но он присутствует. Ну, например, Псалом 23. Ну и какой же стих вы определили? Седьмой, восьмой, девятый, десятый. Повторение, да. Седьмой повторяется, седьмой и девятый повторяются, восьмой и десятый повторяются. Ну тут разница небольшая чуть-чуть, да? Вот кто сей царь славы, а дальше Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. А в десятом Господь сил, он царь славы. Ну, есть какие-то отличия. Да, здесь не буквальное повторение. Есть некоторые там различия, но суть одна и та же. Двадцать восьмой, посмотрю. Да, очень много похожих. Двадцать восьмой Псалом? Да, там тоже такой же, старый и хрен есть. Там вроде третий, четвертый, пятый. Потом седьмой повторяется, восьмой, девятый. И когда наши хористы поют, по-моему, на день входа Господня в Иерусалим поют как раз текст двадцать третьего Псалма. Церковный хор поет. Кто сей царь славы? Господь сил. Да, Господь сил, царь славы. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Следующая тема. Светская и сакральная поэзия Библии. Слово «сакральный» Понятно вам? Встречалось оно где-то? Сакральный. Что означает слово «сакральный»? Сакровенный, может. Не вряд ли это. Нет. Сакральный значит «священное», «духовное», «святое». Это синонимические определения. Вот эти понятия иногда обозначают одним словом «сакральный». Можно было бы по-другому озаглавить эту тему. Например, светская и духовная поэзия Библии. Или там духовная и светская поэзия. Но этот термин тоже часто встречается в разных учебниках, исследованиях богословских. Это интересная сфера для изучения библейских текстов. Как отделить светское от духовного или духовное от светское. И вообще существует ли в Библии такой раздел между светским и духовным. Мы сейчас это увидим. Как это стоит ли вообще разделять? Да, можно ли разделять или нет смысла разделять. Есть ли тут какой-то условный подход, чисто такой внешне искусственный, может быть, который придуман современными библеистами, учеными. Мы попытаемся вот это выяснить. Конечно, сразу можно сказать, что в Библии нет разграничения. В Библии нет указаний. Ага, вот это, мол, светская поэзия или светская песня, песнопение, а это вот духовное. Нет четких указаний. Это деление было введено уже позже, когда стали изучать Библию с разными подходами, на разных уровнях. Но, если иметь в виду книгу псалмов, в некоторых псалмах есть такие указания, уведомления, заголовочки, заставочки. Ну, какие, например? Песнь Господня, подчеркивается. Псалом 136 так начинается. Вот точно указание, что это божественная песня. Песня, где в центре Бог прославления, Его милости, Его щедрот. В псалме 136 есть такое выражение «песня Господня». В четвертом стихе псалом. Но это же не 136-й псалом. Это просто в контексте употребляется, когда отвечают, как нам песнь Господня. Не говорится, что они 136-й псалом поют, а песнь Господню какую-то. Да, ну, просто песнь, да, это нельзя отнести непосредственно к 136-й. А выражение такое встречается «песня Господня». Ну, и есть указания, как мы уже с вами говорили, например, «псалом хвалебный». Ясно, что хвалебный не в адрес там человека или народа, а хвалебный, где Бог прославляется. Какой? Псалом 99, 1. Есть там такое упоминание? Да, есть. В начале, да? В Библии нет разграничения на светское духовное, поэзию или песни. А впервые вот это деление на светский жанр и на духовный применил один немецкий ученый. Звали его Герман Гункель. 1862-1932 годы его жизни. Чем прославился этот ученый немецкий, и вообще какова была его сфера исследований? Он изучал жанры библейской литературы, библейских книг. И вот он как раз впервые применил подход разделения, разграничения духовной и светской поэзии. Он предложил считать светской поэзией те отрывки, те песнопения и псалмы, в которых имя Божье не упоминается. Нет упоминания имени Бога. Да, вообще имя Бога не присутствует в таких текстах. Тогда можно даже книгу и сфере считать светской. Ну, это частное мнение. Частное мнение. Ну, как бы по его логике. Да, это по его логике. Просто он выдвинул такой вот критерий отличительный. Хотя это точки зрения спорное. В некоторых текстах имя Бога не упоминается прямо, но Бог там присутствует в этой летописи, в тексте, в истории. Сейчас мы с вами перечислим вот те отрывки, поэтические, песенные, музыкальные, которые относят к светской поэзии. К светской поэзии относят так называемые трудовые песни. Ну, трудовые, понятно, при совершении каких-то работ. В основном сельскохозяйственных. Ведь древние евреи чем занимались? Сельским хозяйством, скотоводством. Вот все то, что связано с таким видом деятельности. Такой труд часто сопровождался пением. И такая традиция не ушла, не канула в лето во многих странах. Присутствует и в нашей стране тоже. В досоветский период, когда шли люди косить траву, вязать снопы, они пели и во время работы пели тоже. В советское время тоже стали внедрять такие советские традиции, сопровождать физический труд игрой на музыкальных инструментах. Более яркий пример такой песни трудовой – это книга «Числ». Числа 21 глава, 17-18 стихи. «Когда воспел Израиль песню, наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, которую выкопали князья, вырыли вожди народа законодателям жезлами своими. Из пустыни отправились в Матану». Да, это вот короткое песнопение, так и называется по первым строчкам. «Наполняйся колодец, пойте ему». Видите, какое выражение необычное? «Наполняйся колодец и пойте ему». Вроде бы колодца. Колодца обращена. Песня не к Богу, а к колодца. Ну и потому гунки или другие отнесли данное песнопение к светской поэзии, к светской песне. Вроде бы обычная такая трудовая песня. Здесь и имя Бога не присутствует, и обращения к Богу нет. Если посмотреть шире, то вряд ли можно сказать, что это в данном случае только светская песня. Это не совсем так. Здесь мы можем с вами обнаружить символы обобщения. Какие? А вот сам колодец. Колодец в израильском народе был местом встреч и сходок. У колодца судьбоносные встречи происходили, которые изменяли, да, судьбы, личные судьбы людей. Кто может вспомнить пример таких судьбоносных встреч у колодца? Рывекка. Подожди, не пиши. Это позже было. Сначала Рывекка была, потом уже Самарянка. Да, поточнее. Раб Авраама. Авраам послал раба Елиазера, чтобы найти невесту. Иосиф тоже у колодца встретился с работорговцами из Египта. Да, Моисей и Сеффора. Асепфор. Да, встретились у колодца. Да, защищенный. Книг бытия. И Акфорахиль тоже у колодца. Все свадьбы у колодца были. Да, и потом вода тоже очень такой объемный, обобщающийся символ. То есть в израильском народе колодец носил некий смысл. Да, да, да. Некий символ. Символ жизни. Да, символ жизни. Символ Божьего присутствия. Помните, Бог сказал Моисею, скажи скале, и из нее истечет вода из скалы. Так что вряд ли можно сказать, что песня о колодце – это чисто такая светская песня. Тут условное такое отделение. В духовный момент сакральный, священный тоже присутствует. Имя Бога не упоминается, но подразумевается Божье присутствие, Божье прикосновение. Даже и в этом случае тоже. И вот эта традиция судьбоносная, связанная с водой, с колодцами, она, в общем-то, присутствовала и в нашей стране тоже. Еще в языческом обществе до принятия христианства у рек, у водоемов, у колодцев обычно устраивали договоры, совершали договоры о предстоящих бракосочетаниях и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok